Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем департаменте городского хозяйства, да и не только о нем. Хотелось бы начать с очень важной встречи, которая состоялась на этой неделе. Мы виделись с менеджерами ведущей компании, европейской, да и мировой, наверное, это с компанией Nushrader. Это компания, которая занимается наружным освещением. Наш город достаточно давно сотрудничает с этой компанией, но результатом этого нашего разговора появится паспорт вечерней Одессы. Что это такое? Паспортом вечерней Одессы мы назвали паспорт наружного освещения. Скажем так, детальная, подробная дорожная карта со схемой наружного освещения в городе. Это тот документ, который, конечно, необходим, чтобы наш город это получил на порядок выше и качественнее освещения. Ну и помимо этого еще и возможность сэкономить. Сколько именно мы будем экономить и за какой период окупится наружное освещение новое в городе, это мы уже сможем сообщить по результатам этой работы аналитиков. На данном этапе могу это только сказать, что нам эту работу выполнят абсолютно бесплатно. Город это получит, этот документ в подарок. А это, безусловно, очень знаковое событие, потому что это компания, которая занимается наружным освещением в таких городах, как Вена, Париж, это Лас-Вегас, это Лос-Ангерс. И так далее. Это действительно одна из самых больших компаний с мировым именем. И специалисты этой компании будут готовить нам паспорт наружного освещения. Я уверен, это позволит наш город сделать намного ярче. Также хотелось бы вернуться к нашим ЖКСам, к сервису в ЖКСах. Все уже наверняка знают о таком сервисе, как 1501. Это наша аварийка, и с ней стало работать намного легче и намного эффективнее. То есть те заявки, которые поступают на них, это реагирует, можно сказать, молниеносно, достаточно оперативно. В течение этого получаса, максимум часа, это аварийчики выезжают на место. Мы пошли дальше. Теперь с этой недели не надо в ЖКСах выстраивать в долгой очереди. Не надо записываться к руководителю на прием заранее. Ежедневно вы можете зайти в информационный центр в каждом ЖКСе и оставить необходимую информацию. Также вы можете там пообщаться со специалистом, и те ответы, которые вы можете получить в оперативном порядке, вы безусловно их получите. По тем моментам, где нужна дополнительная информация, то есть эту информацию это получат, и сообщат вам либо письменно, либо в телефонном режиме по вашему желанию. Ну и помимо этого, напоминаю, что также с ЖКС теперь можно общаться онлайн. Вы можете через соцсети также оставлять ваши заявки. Ну и от ЖКСов хочу вернуться к дорожной разметке. Мы уже говорили о выделенной этой полосе. Мы говорили, насколько это важно в большом миллионном городе, и рассказывали о той работе, которую мы уже начали вести. Теперь немного деталей. С 10 июня уже начнет функционировать выделена эта полоса с Суворовского района Мостан-Пересыпи. То есть это мы говорим за Южную дорогу, мы говорим за Николаевскую дорогу, и мы говорим за Атамана Головатова. По Николаевской дороге эта полоса будет функционировать утром в час пик, так как мы знаем, там реверсная полоса, и на постоянной основе сделать выделенную полосу. На данном этапе пока невозможно, да и нет, наверное, в этом необходимости. Это мы уже посмотрим в дальнейшем. А по Южной дороге и по Атаману Головатова эта полоса будет функционировать постоянно. На сегодня, наверное, из важных интересных новостей все. Если есть какие-то вопросы, напоминаю, их можно оставлять в соцсетях, в Facebook, веду я сам, на все стараюсь отвечать вовремя. Через неделю увидимся, до новых встреч!